Я рад приветствовать из Крыма всех тех, кто меня слышит и видит в данный момент. Мы находимся рядом с причалом, которому пришвартована яхта по просьбе владельца яхты. Компания Ador Perspectiva с нуля разработала, произвела и установила электропривод с движной двери «Дельфин». Более детально о работе данного электропривода я вам покажу и объясню, когда мы поднимемся на борт яхты. Итак, мы находимся сейчас возле двери, которая с помощью нашего электропривода стала автоматической. Я более детально расскажу о функциях данного электропривода. Итак, управление происходит с помощью кнопок. Нажимая на кнопку, мы открываем дверь. Спустя время определенное, она автоматически закрывается. Следующая функция, которую можно продемонстрировать, функция автоотката. Дверь открылась. Если при закрывании дверь натолкнулась на препятствие, она автоматически откроется. Снаружи дополнительно установлена кнопка, которая переводит дверь в состояние «Открыто». При этом все остальные кнопки управления уже не действуют. Перевести в стандартный режим можно просто переключить клавишу в положении «0». Дверь автоматически закроется. Одной из особенностей данного электропривода является то, что дверь невозможно открыть вручную. Если дверь закрыта, предположим, началась скачка на море, в этом случае дверь будет пытаться закрыться. Если дверь в состоянии «Открыто», данная функция тоже работает. Дверь уже невозможно закрыть. А теперь я хочу продемонстрировать возможности электропривода изнутри яхты. Также установлена кнопка управления электропривода, при помощи которой можно открыть дверь. Дополнительно на лестничном марше установлены инфракрасные барьеры для удобства и безопасности. Удобство это составляет то, что при попадании человека между глазками барьеров дверь автоматически открывается. То есть не нужно, если руки заняты, можно открыть дверь, не используя кнопку. Находясь между барьерами, дверь будет постоянно открыта до тех пор, пока человек находится в поле работы инфракрасных барьеров. Как только мы освободили, дверь автоматически закрывается. Впервые нашей компанией используется контроллер управления электроприводом с установленным сенсорным экраном для изменения некоторых параметров, а также управления электропривода. При нажатии на экран вы выходите, появляется возможность управления электроприводом. При нажатии на кнопку мы видим, как дверь открывается, соответственно загорается соответствующий индикатор, что дверь открыта. И когда дверь закрывается автоматически, мы наблюдаем, что дверь закрыта. При переходе в следующий экран появляется возможность управления электроприводом, перехода различных положений или состояния двери. То есть можно сделать дверь постоянно открытой. И в этом случае кнопки управления и инфракрасные барьеры уже не действуют. Можно сделать, чтобы дверь была постоянно в состоянии закрыта. При этом дверь закрывается и также ни одна из кнопок и инфракрасные барьеры, механическое открытие уже невозможно. Далее мы можем изменить время удержания двери в открытом состоянии. Меняя параметры в секундах, мы изменяем время удержания двери открытой. При этом изменение параметров сохраняется, как только мы перестали нажимать на кнопку. Еще одно регулируемое состояние, скажем, параметр, это мы можем отрегулировать усилие автоотката, изменяя ток, который мы видим на экране. Хотелось бы поделиться видео, как работает электропривод. Субтитры создавал DimaTorzok